вот письмо до теперь значит я очень долго не мог на него ответить потом вдруг подумал ведь она из самых интересных а я все склада складывал и так вот фотография смотрите нравится для всей сибири до севера россии годится или нет все равно смотрите что дальше и так дикая яблоня еще и шипастая тут про кролика мы уже пропускаем вот поэтому кому надо потом прочет на следующем выкопали дичку посадили на следующий год зацвела и дала такие красивые вкусные плоды по 50 грамм примерно мякоть оранжевая никакого наверно кажется дикая кстати почему я дичком назвали где-то это принесли культурную семечку раз на пустыре она росла не обязательно дикая культурная вот наоборот она пока на пустыре росла еще и одичала немножко выносит морозы минус 40 цепляемся за эту цифру этой осенью поедем туда посмотрим какие плоды на остальных дичках то есть вы уже становитесь исследователем теперь вопрос вопросов только меня и касается попробуйте его задать кому-то другому что только не услышьте у меня вопрос она выродится постепенно измельчает как думаете вот бы и укропней нормальный вопрос так вот если вы ее посадите то есть вот эти семена посадить у вас вырастет ну скажем такое соотношение ну помечурина 20 вырастет еще более мелких ну 1 2 сохраняться и внимание одно из 2000 2000 семечка захотите посадить это тоже по науке станут образом нового сорта например крупнее практическим сохранением вот этих морозов вот я вам предлагаю другой путь скромный со вкусом значит вы берете с них семена вот эти семена не семена а веточки вот они прививаете как минимум вы сохраняете уже эти качества вам надо укропнить часть из них будет крупнее это сто процентов другой вопрос сколько но примерно каждый десятый готовы 10 привить чтобы 10 стала роскошной может быть 100 граммовый 200 граммовый эти гены там есть только надо ну и ей нужен пятистал и нужно куда вот этим вот веточкам вот только этим путем вы можете ее вернуть ей культурность она была культурная это не нас не то что дичок который мы думаем то дичок замучаетесь оккультуривать вот я ответил только прививкой но прививка ни на что попало на сибирку привет и цитирую мичурина привели на сибирку получили плоды с плодов взяли семечки посадили семечки получили дичок это он работал с этим с антоновкой вот поэтому ваш результат такой дальнейшем только прививки семена вы можете вернуться используя как подвой смотрите дальше это еще не все у нас ветра сильные частое что зимой что лето местность открытая видимо эти дички приспособились и не растут быстро типа полукарлики можно эти семечки используют как подвой да дело в том что часть на агротехнике важнейшая это если мы мы не выращиваем карлики это глупость потому что любое дерево яблони груша абрикос слива абрикос а еще персики и черешки это мощные деревья перевод на карлики это вопрос что раньше уменьшите размер его или умрет ответ догадайтесь с одного раза вот как правило умирают поэтому для карликов специального ищут карлики это отдельная работа у вас получились дички они как вы пишете быстро не растут они полукарлики вот на них уже можно приводить некоторые хитрости для этого есть но мы их проходили еще будем проходить вот так чтобы полукарлики не чтобы прививки не обгоняли эти самые полукарлики но соображаете вы по-настоящему именно такой подвой нужен они уже ваши родные потому что даже когда мне говорят будут ли ваши сорта у нас расти я проверяю не пройдешь яблони увидишь вымерзает это уже это следующее письмо этого же автора ходе челябинск южный урал такой там микроклимат экстремальный я подготовил какой ответ то что у вас яблони увидишь умерзает сегодня я разговаривал с латинком верили сечи вот его клоны в том числе те которые называют клоны железово далее сумасшедший урожай это абрикосы абрикосы непростые абрикосы роскошнейшие которые там у них тоже наука там им такое не то что не делали даже не снились такие вот это рядом с вами рядом с селябинском раз а вас яблони вымерзают запомните яблони самый надежный фрукт теперь неправильная агротехника опасная смертельная агротехника а для то что вы уважаемые мамы здесь климат экстремальный агротехника решилась написать письмо исповедь исповедь садовод никудышный возможно во многом виноваты издания по садоводству которая штудировала тоннами десять лет назад мы купили небольшой ну давайте покороче еще короче за 10 лет она вырастила 9 плодов штук вот они так вот резала резала вырастила получила за 10 лет 9 плодов я сокращаю так груши задичали верыблюжья колючка начали смеюсь это это горе вот купил вот эти абрикос сибирский через пару лет первый же год он замерз сибирский замерз вот водоловецки ниже привыкли ну и так далее вот это его практически можно не комментировать так теперь эту фотографию прислал мне двоюродный брат юра сказал ну как оно бывает и у меня так часто бывает я ему косточки веслом соседу подарил часть сосед взял вырастил он еще по моему ни одного плода не не видел а сосед вот вырастил вот они такие вот с моих косточек один-второй ну все нормально а третий начали подсыхать и вот он говорит что с ним делать ну во первых эту ветку отрезать это уже все ее не спасешь она не восстановится никогда запомните прыскай запрыскай тонну этих всех флаконов которые рекламируют везде и всюду отрезать эту ветку все к сожалению вот остальное пока слава уже здорово как она могла закидываться в состоянии замерзнуть не могла исключено да болезни на нее накинулись видно что тут всегда все наоборот не то что болезнь как вся наша современная наука я вынужден сказать исходит из того что есть в море вредителей которые уничтожают деревья вот я единственную на всю планету говорю здоровое дерево никто не трогает вот или мы это будем потом подробнее проходить то что видели не хочу оттыкаться сегодня в саду вот то что называется пищевая цепочка всем хватает еды гитле все все сытые все довольны деревья целые только просьба сказать одно слово перекреститься вас не увидят ну нет вот нет это стыдно перекреститься наука против просто скажите честное слово я вам показывал эти самые яблони абрикосы ходят на дырку видели я дырки есть на те которые я показывал те там где уже зарощено это дерном ходят на дырку видели нет нет громче отверстий на листьях точно нет есть для но немного есть муравьи и никто не страдает и деревья не страдают и урожай не страдает и чем мы с вами сделали выдвинули целую версию вдвоем на пару это будет наше будущее до для сетля необходимый элемент если дерево здорово никогда его не это нагробит деревья только больные здоровые только заберет свое никому не достанется лишнего то есть никто не съест ничего дерево не пострадает урожай не пострадает и и животные все и насекомые будут целые а дальше смотрите телю используют муравьи они одна дырки потому что мы не нашли ни одного жука ничего чистейшие саженцы так саженцы деревья так было то есть мы продвинулись как цепочка шла так значит муравьи это санитары они спасают у них есть своя доля это их коровники как назвать там вот это самое или это ну короче там где они за ними идет то что мы им позволяем для длин ровно стоит причем это на яблонях на прикосах этого нет в общем вот такая цепочка результате чистые деревья на некоторых яблонях кончики схвачены теперь муравьи сытые работу знают вот ну а теперь помните как я не раз говорил хохот в академическом зале нет деревья надо спасать у них ссором тлюл задний муравьев и полезли эти после первого дождя полезли и это все проходил ладно пойдемте дальше тут получается ну разговорился опять здравствуйте прошла еще неделя академик подрос ой сейчас увидите сегодня снова сделал фото не удержался кстати это профессиональный садовод вот себя назвал садовником неправильно вы садовод иначе пусть я садовкода бы не присылали вот я таких в жизни не видел только у вас но это у вас но чтобы здесь москве не пристаем удивляться на мой взгляд грамм 80 есть а когда создает полностью то все 100 будет когда ехал с работы решил заехать попутно питомник садков у них растет один абрикот без названия никто не знает какого сорта весь усыпан плодами как облепиха но он один а рядом только одно дерево лычи при перепривито разными сортами да это одна ветка желтыми плодами также так завязалась этот абрикос плода меньше размера чем ваш академик раза в три снял ролик пришли вопрос как абрикос который питомники опылился идет там один вот я же не просто разговор был ля 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 я сказал надо продолжать эту линию если у вас яблоня нет прекрасные роскошные груши на яблони прижились они уже не совсем груши это уже груши с генами яблоня уже так по-простому и теперь их можно продолжать а грушевая подвоя дефицит а есть яблоня полегче вот вспомните там человек пишет что допустим насобирает там этих яблонях подвоя вот она сделала первый удачный сак у нее вот этот грушевая помните ветка и она держала там 15 очень крупных груш с с малюхонькой веточки с малюхонькой вот это просто элемент везения это лотерея вот и теперь а я поправил я сказал что пожалуйста продолжайте эту линию теперь то есть уже не груши на грушу хотя кто запрещает а груши на яблоню все есть поколение лучше лучше а там и питомник а там и вся прибалтика будет груша который привитый на яблоню а яблоня морозостойчий раз а яблоня лучше держит сырость два язык у меня груши там выписали знаете что они сгнивают там где яблоня хоть бы хны вариант груши на яблони великолепный но трудный особенно первый шаг а у вас получилось вы в лотерея выиграли лотереяный билет ну по старому это по моим меркам это как советское время выиграть волгу не меньше если вы продолжите эту тему это направление теперь а луча тут интересно получилось что случайно тоже не поняла раз у нее прекрасно волшебница а луча на лучу прекрасно роскошные абрикосы до 100 грамм весом мои я все угадаю что это такое по москаре уже фаина думаю это тоже может округлиться академик не знаю но 100 грамм о чем-то говорит и красоты необыкновенно продолжать линию лучи надо вот вы среагировали до весной попробую привести лучом абрикоса видя как она уже называю а лучевой абрикос постепенно такие у меня много термины они станут уже настоящие поверьте до сих пор была самая страшная противная вещь вот сколько обманут нектариновая алыча вот персиковый абрикос персиковая слива и вот эти слова персиковые то это как ну как заманивает а потом выясняется ладно бы хоть просто абрикоса то же его еще есть нельзя ладно бы слива вырастает какой-то горох и это называется это ну то есть красивое название придумали а здесь уже некрасиво вас теперь есть целое дерево с лучевым абрикосом целое дерево то еще это а там у вас получилось еще что они укрупнились невероятно а вы что решили что это предел а про райский сад что-нибудь слышали вот читаем дальше это еще не все вы меня хвалите неудобно вот на вишневой ветке которая под названием я не написал там черешневая вишня написал вишня с генами черешни все по-честному выросла черешня почему нельзя считать что вы прошли самый трудный путь а впереди то есть вы получили платы крупнее моих подчеркиваю к ним вернулась природное райское качество ну то о чем я толдычу 20 лет только меня никто не слышит удачный подвой так теперь у меня вишня сибирская штамба она самая расцветка в мире из культурных вишен мощные деревья все при ней конечно вкуса не хватает кто бы спорил а на этом подвое я взял и привил черешни и первые пять продал новому русскому у него из пяти три превратились в вишни подослушался от него то есть это еще не конец истории что надо делать правильно закреплять пока коротко вот эта фотография которую этот самый чернобаев делал еще когда на даче был вот вот такие же веточки вишни с генами черешни он посадил превратил в черешню видите кто бы спорил вот тут даже ученые промолчали две из них остались сейчас у него прекрасная крупные вкуснейшие плоды видели в фильме я у него несколько раз снимал фильмы но вишни исчезли вот такие на следующий год были обычные вишневые листья крупные но вишневые и вишня вкуснейшие то есть где она там все еще бродит но вишню а третий подарил мне и у меня теперь есть прекрасная роскошная вишня вот то есть черешню как черешню продал то есть подарил я привез посадил через пару лет урожай все-таки вишня но вишня роскошная дускобилово ученого нашего известного угощал сегодня подходим совинить плоды два раза меньше черешни вырождаются нет все равно там гены черешни остались на 2 40 градусов зимы привели вот к этому вот к этому вот вот нам мешает морозы прячутся качество более роскошной черешни но согласитесь тема интересная идем дальше вот это вот оказалась одна из плодоносящих в этом году черешен кстати вот вот она висит это черешня такое настало за все годы ну допустим начала три года назад лопнула кора и скажем годом рана увеличилась и теперь я говорю то чего не может быть никогда я вам говорю спасение было только в том чтобы ничего не делать сразу с конца начинаю вот это вот вот таким вот образом вот она весь и видите курсор это новый штамп вот он и он абсолютно здоровый вот это все вышелущивается уходит и она нормально после этой страшной зимы плодоносила фотография показывал еще у меня не сделано но не все показывал теперь второй момент то что я называю селекция наоборот то есть мы все время говорим влияние подвое напрямую можно спорить все наоборот то есть мы данном случае в черешне то есть вишневый подвое должно увеличить морозостойкость так вы увеличил на чего не было бы выражаем какой-то степени конечно все таки черешня черешня сохранится в первозданном виде она не могла вот спасение было в том чтобы не лечить и она до сих пор жива и сколько лет будем мы с вами общаться сколько лет мы будем за ней наблюдать ниже чем прекрасная фотография вот она теперь переходим к вишне я показывал раз ну знаете ну это что делать у меня их было больше ну хотя бы этот дело в том что тоже межвидовый гибрид там мы обсудили черешня вишня абрикос а лучу и так было вот грушу яблоню вот три этих четвертый на сливе абрикос так неожиданно крупный плод что надо делать дальше вам то повезло у вас целое дерево а мне надо было сохранить и опять привить на сливу продолжить этот род через 10-15 лет у меня были бы сливовые подвое из китаек сверх морозостойки на которых садится любой абрикос у которых не выплевает корневая шейка в общем получается так вот это направление заглохло тем что эта ветка зимой замерзла ноябре я мог с нее срезать и сделать новое направление так как вам советую но тогда я был вот смотрите это все ладно тут килограммы обещают я сейчас нашел сейчас самое интересное еще потому что могут купить даже не вникая вот жмите и все вот жми и покупай все ладно где-то там пятнадцать килограмм смотрите сейчас круглый год понятно зимой был сейчас найду это супер специалист из-за южного уральска вот он не взял это самое я люблю про хороших людей рассказывать ну что сочувствие выражаю под выражаем вас погиб огромный абрикос с огромным выражаем ну чё я скажу и сочувствую и восхищаюсь вами это южного уральска помните это там где яблони якобы все замерзают это тоже я я всем говорю таких случаев сергеев это штучное изделие также как броски также как распопов вертикальная ветка даст боковой ветке без вашего прыгнуть и она у неё судьба такая давать боковой ветке для плана ношения любое пригибание это значит не ненужный процесс раз второе издевательство на дерево 2 полная перестройка его характеристик вот китайский лимонник вот агрессивен страшно видите у меня абрикосы душил вот такой сейчас плохо видно самая моя лучшая вишня это жуковская привита на эту сибирскую штамповую так вот сейчас конечно же лучше вот это вот я дерево которое последние я не занимаюсь у меня остальные были мужские я их вырубил чисто женское дерево шелковица который плодоносил и без супружеских связей так после второй зимы не выдержала замерзла практически пока я думал вырубать она снова начал отходить значит значит